Добрый день! И вот совсем недавно вы вернулись из Праги, где стали в очередной раз рекордсменом, чемпионом мира. Сколько на этот раз удалось поднять? Ну, больше 200 килограмм. Ну, конечно, не тот вес. Во-первых, я поехал травмированный. Перед этим был компрессионный перелом позвоночника. Это МРТ показывает, я проходил. И надорвана связка плечевого сустава. Так что я щадил себя. Но, тем не менее, удалось победить. Ну, других-то вы не щадили, наверное, соперников. Я боролся за победу, ну, как по-иному. Коль приехал, встал на тропу войны, значит, воевать должен. Я посчитала, что у вас 146 мировых рекордов теперь, да? Да, 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 146. И если считать за 15 лет вашей спортивной карьеры, 10 в среднем в год, да? Да, да, да. Как вы это все ухитряетесь делать? Ну, вы знаете, во-первых, очень большое значение имеет настрой, внутренний настрой. Еду я знаю. Иногда еду совсем некультичный, тромбированный, как в этот раз. Или вообще какая-то растренированность, перетренировка. Но, когда я выхожу на помосты, приезжаю, знаю заранее, кто, значит, соперники. А соперники, бывает, идут по пятам, то приходится, значит, забывать и о травмах, и об усталости, и о бессилии. Ну, мобилизовать, что ли, себя. Удается мне вот это вот. Как-то получается, не знаю, настраиваю я себя на победу. Ну, вот в Праге, например, какая была борьба? Такая серьезная? Ой, в Праге в этот раз, знаете, много было соперников. Меня поразили, значит, молодая команда Монголии, значит. И поразило то, что этот соперник Монгол, который шел по пятам, ну, он отстал, конечно, от меня. Ну, да немного, но отстал. Вот. Боролся до конца. Да. Их тренера и вообще товарищи по сборной Монголии мне помогали. Вы понимаете, помогали. Значит, подходит то плечо, лед там накладывает, она у меня травмирована. Такая боль была, страшно, там и врачи крутились, все такое. Ну, мне, я очень им благодарен. Вот видите, спорты вне границ, вне национальности как-то сближают людей. Мне очень показалось, после этого я впервые столкнулся с монголами, и эта нация как-то ближе стала. А наши зрители, может быть, некоторые не знают, что такое пауэрлифтинг? В чем заключается состязание? В чем заключается пауэрлифтинг? Это силовой тройбори по-русски. Па-уэрлифтинг. В переводе с иностранного пауэр... Пауэр... Сила. Сила лифтинг абсолютная. То есть абсолютная сила. Сила ног, сила рук, сила спины. То есть первое движение – это приседание. Подходишь, стойка, на стойке штанга, сымаешь ее, отходишь, садишься до конца, судя смотрит, как ты сел до конца или нет. И чтоб встал непрерывно, так не остановился, встал, не считает, шагнул, встал, хоть стоишь, не считает. Но правила свои там. То есть учиться тот из трех подходов, три подхода дается, тот подход, которым ты поднял больше веса. И этот вес записывается один, он вес записывается. Потом идет сила рук. Ложишься на лавку, сымаешь, ну, видели много в фильмах, в мультфильмах, в боевиках, как жмут лежа. Сымаешь эту штангу, ложишь ее на грудь руками и по команде жмешь ее, выжимаешь вверх на прямые руки. Это сила рук. Ну и третье движение штанга на помосте, на полу, допустим, наклоняешь ее, берешь покрепче руками и тянешь спиной. То есть выпрямляешься, это сила спины, тяга называется. Вот это суммируется три, самые большие веса приседания, жима лежа и тяга. И выявляется сумма. И эта сумма по окончании соревнований выявляется, кто же поднял больше всех. Ну, вот так получается. А еще было с экипировкой и без экипировки. В экипировке, ну, экипировка, как бы вам сказать. Во-первых, в экипировке все виды спорта сейчас в экипировке. Без экипировки это, значит, выходишь в штангетках, пояс разрешается, борцовка и все. А в экипировке это специальные такие, как бы, спехи, которые щадят вот мою травмированное, допустим, плечо. Она стягивает плечо, такая плотная ткань, и уже у меня боли безболезненно, уже связка не оторвется. А то может совсем порваться. Она же надорвана у меня, связка. Вот. Так же спину стягивает, как бы, каркас держит. Ну, это, как бы, помогает результат больше поднять, так как ты и страхуешься, и предотвращает травмы. Так сколько получилось у вас килограммов в этот раз? 200, да? Да, 210. Нет, 210. Ну, это не так важно. Нет, получилось-то много. Я имею в виду в одном движении. Ну, 210, 150, 200. Ну, это не мой результат. Я поднимал последние, вот даже в этой, в апреле 230, а так, 250 в Англии поднимал, и 190 поднимал. Понимаете, дело в том же, с жимой и так далее. Ну, в этот раз просто я не в состоянии был, так как травмированный. Ну, и соперники, собственно говоря, я давно уже оторвался от соперников по своим результатам. Собственно говоря, представляли не особо так. Ну, конечно, травма, вот, и за травмой, естественно, чертяжка мне пришлось в этот раз. Ну, выиграл, победитель не судит. Здорово, ведь у вас соперники-то старше 40 лет. Это значит, там есть и 40 лет, и в основной массе сколько лет? Я выступаю 82 килограмма, вот, собственный вес мой, весовая категория. Категории там и 100, и 125, и 110, и выше 140, и так далее. И 50 килограмм, 52, там 60, 67. Когда заканчивается соревнование, и уже все, все весовые категории, она длится несколько дней. И выявляется, кто же поднял самый большой вес по отношению к собственному весу. То есть поднятые веса по троимборе делятся на собственный вес. Это учитывается, вот, этот коэффициент, это раз. Ну, и возраст спортсмена, само по себе, берется. Ну, вот, благодаря вот этой таблице Грасс-Бронера, называется, она уже лет 50-60, общий мировой стандарт. Так что, наверное, под меня, значит, вес небольшой, поднимаю много. А кто-то, допустим, 200 килограмм весом, сколько же ему надо поднять. Естественно, он не в состоянии столько поднять. Ну, вот, за счет этого выиграю. Какая-то лазейка для меня специально. Но все равно же вы тренируетесь каждый день. Без тренировок. Вы тренируетесь не каждый день. Ну, без этого не сделаешь, не станешь чемпионом мира. Кстати, вообще, говорят, что есть много федераций пауэрлифтинга разных. Ну, как бы, это основные, вот, эта федерация. Значит, есть еще федерация ИПФ, по которой это под отчеты спорткомитету. Я в профессиональной федерации выступаю. Вот, значит, я в ней тоже участвовал сколько? Лет, наверное, 8 я в ней выступал. Тоже бил рекорды. Это под спорткомитету России было под отчет. Она и сейчас. Ну, а потом перешел в профессионалы по той причине, что никогда мне не удавалось выехать за границу на чемпионат мира по любителям. Ну, по разным там причин было много. А тут в Хельсинки, 2005 год, профессионалы. Ну, перед этим нужно было выступить на чемпионате России с дорогим профессионалом. Я выступаю, выиграю, попадаю в Хельсинки и там становлюсь впервые чемпионом мира. И пошел, пошел, пошел. Так вот, я там и в той, и в той выступаю в дисциплине. Поэтому вот 16 побед. Из них 14 раз, 14 побед, абсолютных побед среди 40-летних мужчин мира на чемпионатах мира. Ну, вам-то сколько лет было тогда и сейчас? Сколько? 70? 70, но в 62-м профессионалы я, значит, 62 года перешел в профессионалы. Первую победу я выхватил, значит, устанавливал 6 рекордов мира сразу там в Хельсинки. То есть на пенсии-то жизнь только начинается? Да, да, да. А кем вы работали, Юрий Павлович? Работал я раньше на заводе бригадиром-энергетиком. Ну, комбинация. Конвертером в целом цехе номер 2 по сменам. Ну, что такое энергослужба? Это газ, воздух, кислород, горячая, холодная вода, вентиляция и прочее, прочее. Это ответственная работа, потому что идет производственный процесс. Надо подать под определенным давлением, расходом ту или иную водичку, горячую, холодную, пара, значит, так далее и тому подобное. Ну, в ответе за это был на своем участке, разливки стали, отделение непрерывно разливки стали. Отработал там 3-4 года, ну, в 2006 году ушел на пенсию, ну, занялся, да, да. То есть, в общем, на пенсии можно жить активно? Да, и появилась возможность уже, как говорится, с тренерской работой, хотя до этого я работал. Ну, вы тренировали всегда, да, детей? Да, ну, как сказать. То есть, с 85-го по 94-й год на стадионе «Пламя» я бежал с работы, только когда я в ночь работал, где с полчетвертого работал, я по вечерам тренировал. Я, значит, менялся семейными, чтобы лучше в ночь отработать, чтобы ребят не оставались ни один. Прошло через мои руки много ребят за эти 9 лет. Среди них два героя России, воспитанники. Один, к сожалению, погиб Андрей Теперик, улица на 26-ом носит его имя. Значит, другие ребята удостоены высоких наград Родины. Много прошло через меня. Вот еду я с троллейбусом, здоровится молодой человек Юрий Павлович. Вы, наверное, меня не узнали. Я такой-то, такой-то называю. Вот, Юрий Павлович, я вам обязан жизнью. Я говорю, как? Я служил в разведроте, был по заданию в горах. Значит, вот, жара, горы, тяжелое ранение, духи по пятам идут. Упал сил, нет, владела безразличия, вся жизнь пронеслась передо мной. Вспомнил и вас, как вы нам говорили, ты мужчина, сила есть. Сделалось стыдно, что я такой слезняк. Заставил себе подняться. К счастью, неподалеку были наши. И вот я перед вами показываю свои орденские. Книжку достает. Говорит, Юрий Павлович, у меня родился несколько месяцев назад сын. Подрастет немного, приведу его к вам. Приятно было слышать. Ну, вы знаете, когда душу вкладывают в человека, он тоже к тебе отвечает. Так взаимно, понимаете, приятно. Ну, конечно. И сейчас вы тренируете, да, детей? Сейчас тренирую в 72-й школе, это юных натуралистов. Значит, где-то три года в общей сложности. Ну, довожу дома спортзал. Есть хорошие люди, которые помогают. Вот, помогали мне. И, в общем, благодаря им, ну, так облагораживаем зал. Народа очень много. Зал небольшой, 70 квадратных метров. Ну, иногда, знаете, за вечер, за три с половиной часа, с полпятого времени, да, до восьми. У меня проходит до 70 человек. Вот, представьте, в этом зале. И все работают, потому что каждый приходит и спрашивает. Юрий Павлович, а что мне делать? Я даю, исходя из его, значит, возраста, из его комплекции, физиологических других особенностей, усталости, как спал, как ел, вижу и спрашиваю. И даю задание, посильное задание. Ведь главный секрет успешных тренировок – это восстанавливаться и сверху восстанавливаться. Поэтому тренировки строятся должны быть разумно, исходя из условий жизни, из его настоящего, как говорится, вот этого, его чувства. И благодаря этому ребята растут, очень сильные, красивые ребята ведут. Других товарищей можно я приведу, но никому не отказывают. Идут и идут. Я уж не знаю, что мне делать дальше в этом зале. Муравейник. А они выступают тоже на соревнованиях? Нет, они вот некоторые уже выше мастера делают. Но на следующий год, я думаю, что выставить несколько человек, которые, ну, естественно, выше мастера, уже хорошие, выше мастера спорта. Но, представляете, за короткое время, значит, добиться хороших результатов, люди порой приходят, 20 килограмм не могут поднять, а становятся мастерами спорта. А вообще, когда можно начинать мальчику заниматься этим спортом? Вы знаете, чем раньше, тем лучше. Мировой опыт, опыт тренировок в других странах говорит, что даже с 10-9 лет начинает. То есть им не надо там над головой стоя поднимать, а лежа, разводочки всякие, станочки. Сейчас и много тренажеров посильных, которые могут помочь человеку. То есть у вас уже будущие чемпионы там есть? Да, я думаю, что нет, ну, просто чемпионы будут, и хорошие чемпионы. Ну, это тоже здорово. А вы тоже тренируетесь, естественно, сами, да? Ну, я тренируюсь, там я не могу при них тренировать. Ну, не там вообще, в другом есть. Ну, по утрам я, значит, хожу, занимаюсь уже для себя, потому что как бы играющий тренер, я еще ведь выступаю. Да. Вот. Ну, сколько длится ваша тренировка? Очень коротко. Я говорю, я пришел к выводу, тренироваться надо разумно. Если ребенка, все мы были детьми, не загонишь домой, потом падаем с ног и не до еды, не до чего, то с годами, сами понимаете, посидеть, полежать, охотиться. То есть строить тренировку, исходя из своего возраста. Моя тренировка длится не больше часа. Три-четыре раза в неделю, и все, достаточно. Здорово. Это для меня достаточно. Сделаем небольшой перерыв. В нашей беседе у нас пока реклама на канале ТВК. Не переключайтесь. Угу. Это программа «Точка зрения». Сегодня наш гость Юрий Павлович Чепец, чемпион, рекордсмерт мира, Европы, России по пауэрлифтингу. Юрий Павлович, ну вот мы с вами говорим, что вы ездите, наверное, несколько раз в год на разные чемпионаты, турниры. Сколько же вот уже удалось посмотреть стран? Ой, ну если сказать, уже три раза я в Америке выступал, три раза в Финляндии выступал, два раза во Франции выступал, два раза в Германии выступал, в Люксебурге выступал, Австрия, Вена, Чехия, значит, Польша, Англия. Ну, вы знаете, я сразу не могу даже вспомнить, вам много раз приходится бывать, иногда в одной стране по несколько раз. Ну, удается посмотреть вообще страну, город, где вы бываете? Ну, вы знаете, как вам сказать, ведь это слишком много информации, значит, удается, конечно, между выступлением, потому что соревнования идут неделя, пока все категории пройдут, весовые категории, вот, естественно, я не всю неделю выступаю, удается так пробежаться. Ну, интересно же, вот вы были в Лас-Вегасе, это тот зал, где проходит бокс, да, всемирный? Ну, что я говорил, значит, Лас-Вегас поразил меня чем? Что это буквально сплошные огни, мелькание, а эти игрные вот эти залы, вот они на километры движутся, вы понимаете, там нормальному человеку трудно удержаться, чтобы не сесть за игрный стол и не просадить все, что, как говорится, есть в кармане, и зато уж еще в запасе, вот, понимаете, все вот так крутится, мелькает на всех эти лады, всяких конфигураций, что вот даже стоишь, и, кажется, и уж там крутится, а ты уж начинаешь крутиться, это, значит, какое-то волшебство. Лас-Вегас очень красивый город, ну, естественно, и самый игрный город мира, и все поставлено на поток, реклама. Ну, а турнир тоже, наверное, проходит, да, в большом зале, вот в огромном деле? Да, вот в этом зале, где вот эти проходили, вот эти все это, бои, боксеры, бои без правил, и все такое, именно вот в этом зале, как раз и было соревнование. То есть, получается, что зрители-то с большим интересом? Да, и гостиница, это как раз мы там и жили, там же выступали. Зрителей много, вот приходят смотреть на спорт? Ну, зрители, знаете, конечно, и любители железной игры, и зимах достаточно, и гостиница большая, видят дядьки здоровые, снуют, кому-то интересно посмотреть, что же это за дядьки, чем они занимаются. Ну, наверное, значит, ну, зритель-зал-то заполненный. Ну, у вас в Америке, я так понимаю, уже даже знают. В Америке знают, да, вот, значит, даже как-то в шестом году, я помню, в Нью-Йорке вышел журнал под названием «Я». На обложке журнала, всю обложку, фотографии моей медали с медалями и, значит, большими буквами под фотографией «Удивить Шварценегера». 12 стихов посвятили американцы в этом номере, значит, мне, значит, «Шварценегер удивлен, русская натура» – это название стихов. Ну, затеяли полемик на всю Америку, на северную и южную. Чем русский мужик может удивить Шварценегера? Ну, и там вопросы такого, как бы, ответы, вопросы, как бы, пункты силой духа, добротой, своеобразным взглядом на жизнь и прочее, прочее, я их не помню. Слишком много всего там было. Американцы – дотошные нации, так что там было достаточно этих. Это полемика была, как бы, поэтому вот и возникли стихи и так далее. Да, да, это… А в Америке знают, в Америке встречают. У вас соперники все время одни и те же, да, наверное, уже давно? Ну, меняются, за эти годы меняются, но кто-то держится какое-то время. Потом, глядишь, не приехал по той причине, может, травма, может, еще какие-то там причины. Знаете, соперники всякие бывают. Вот, значит, про Айму Мурсу. Ну, расскажите. В Финн Айму Мурсу. Три раза он мне проигрывал. Вот, в Америке, в Англии, в Хельсинки. И тут Миккеле, город Миккеле, Финляндия, четвертая наша встреча с ним на чемпионате мира. Вот, значит, ну, короче говоря, не это хотелось сказать. Лондон. Я приезжаю в Лондон, а почему-то у меня в заявке, заявка за полтора месяца, каждая команда национальная, нет у меня в заявке. Меня даже на весы не пускают по-английски организаторы. Тебя нет, и все. Нету в списке меня, это, атлетов. Ну, короче говоря, тут разобрались, все-таки я взвесился. И выхожу, гляжу Айму Мурсу. Вы понимаете, что он знает, уже меня нету в списке, значит, и отсутствует сборной от сборной России. Он фактически становится чемпионом автоматически. То есть я и ее один соперник. Казалось бы, он должен разозлиться, увидев меня. А он человек, понимаете, порядочный. Он такой радостью обнимает меня. Я говорю, Мурсу, да хватит тебе, он железный человек. Охотник на моржи по профессии. И он так рад. Я говорю, Айма, как хорошо, что мы еще живем. Не это, что поднять там железку ту или иную, кран еще больше поднимет. А то, что мы живем, радуемся, общаемся, радуемся жизни, общаемся друг с другом. Вот главное, говорю, на свете. Быть человеком, быть людьми. Радуйся каждому дню. Каждому знакомому человеку и незнакомому даже, если он улыбается. Разве это не прекрасно? Прекрасно. Занимаются-то только мужчины этим видом спорта или женщины? И девушки занимаются. Вы знаете, какие стройные фигурки. Как вот у вас, Светлана, знаете, такие занимаются. И не подумать, что они не безобразные. Это, кстати, у нас не тяжелая атлетика. Лифтин такие изящные. Хоть сейчас журнал вот на обложку. Вы знаете, вот жаль, что если бы это был зашел разговор, я принес бы, показал, что это такое. Красивые девчонки. То есть чемпионаты и турниры проходят тоже там и девушки участвуют. Да, там приезжают в это время и женские чемпионаты, и мужской, и всех возрастов идет. Только я до 40 молодые, а с 40 лет и старше ветераны вот мы воюем. Ну ветеранов много, да? Ветеранов, по идее, должно быть даже больше, чем действующие. Ну человек 300-то бывает, стран-то ведь много, а может и 400 человек бывает в разные турниры. Вот, значит. Ну то есть приезжают самые сильные от каждой страны. Если бы сильнее был, тот поехал. Значит, другого нет, заименем других едут те, какие есть в наличии. У нас в России-то есть еще кто-нибудь? Ой, у нас в России богатые. У нас такие сильные ребята в России. Ой, ну, только единственная вот иногда такая тенденция. Чем не сильнее человек, тем в халате относится к тренировкам. Чем не слабее человек. Вот я пешим под столом хожу, метр шестьдесят, рост. А, значит, всю жизнь утверждаю свой недостаток в России силы. А вот меня не надо заставлять. Я сам хочу быть сильным, крепким, значит, подвижным. А сильные они, инертные, и так силы вроде есть у него. А если бы он занимался этот сильный, от природы одаренный, какие бы результаты, какие рекорды были бы мира. Занимается многое. Ну, как-то с лицой, с прохладцей. Ну, нет такого вот одержимости, фанатизма, как, допустим, у меня вот такого. А, то есть у вас все-таки есть стремление к победе, азарт. Когда вот вы выходите на помост, что вы чувствуете? Ну, вы знаете, я, во-первых, уже знаю, что этот вес, он мне победный будет. Хотя он уже кажется мне неподъемным. Я чувствую, очень тяжкая перед этим была попытка бельшего веса. Ну, я знаю, что я наклоняюсь, беру его и, знаешь, я должен быть, чтобы это ни стало. Как бы мне не тяжко одолеть его, иначе я проигрываю. Я должен, я обязан, я смогу. И я это заставляю, у меня получается. И, глядишь, победа. Вы прибавляете по рекордам. Да всяко бывает, смотря как. Сейчас травма, сейчас понемногу прибавлял, осторожно. А так бывает, что и на 15 килограмм сразу добавляю, и на 20 килограмм добавляю. В общем, я не жадничаю. А на тренировках пробуете этот вес? Или вот именно на соревнованиях только? Вы знаете, на тренировках я никогда большой вес не поднимаю, потому что я знаю, что травмы, у меня очень много травм. Нет спортсменов без травм. Стараюсь, щежу свой организм. Ну, а на соревнованиях куда деваться? Там уж идешь вабанк. Ну, было, что срывались с этого вабанка? Да, нет, ну, как всегда, я уже знаю, что нужно поднять, и я обязан поднять, и я поднимаю. Юрий Павлович, ну вот для того, чтобы держать себя в хорошей форме, в вашем возрасте, что нужно еще? Наверное, надо правильно питаться. А да, конечно. Ну, у меня какое питание, значит. Это рыбка, это кисломолочные продукты, это творог в обязательном порядке, 2-3 яичка в день. Раньше яичек было больше, злоупотреблял ями. Вот, да. Ну, что еще? А, значит, курочка старается, нежирная, что-то такое. Мясо я как-то не любитель. Ну, это, как говорится, на цвет, вкус и цвет любителей нет. Ну, в общем, так вот, простая еда. Ну, вы себе не позволяете, вы, наверное, никогда и не курили. Курил давно-давно-давно, уже забыл, что курил, даже думается, может, мне это приснилось. Ну, алкоголь же тоже, наверное, не злоупотребляете, получается, что без этого никаких результатов. Ну, так, ну, посидел, где-то, допустим, копали, там, какое-то мероприятие, ну, немножечко можно позволить. Тем более, я так, это, человек веселый такой, знаете. Общительный. А когда вы в следующий раз собираетесь куда-нибудь выставлять или вас будут выставлять на соревнования? Ну, в следующий раз у меня будет чемпионат Европы в апреле в Краснодаре, кремлевский жим в мае Москва, август, кубок мира Москва, я обязательно должен. И в конце октября, значит, Палин-Бич, самый южный город Америки, штат Флорида, чемпионат мира в Америке. Ну, в Америке я люблю выступать, лишний раз подчеркиваю, что мы, мужики, не слабые, не слабее американцев. А вообще, если в командных состязаниях принимают участие, то кто обычно одерживает победу в мировых первенствах? Какие сборные страны? Сборные? Ну, я думаю, что Россия, борьба идет Украина, Россия и Соединенные Штаты. Но Россия все время, мы вырываем победу, команда. То есть у нас есть спортсмены достойные? Ну, у нас очень есть, очень много. Ребята сильные. Ага. Ну, вот, а скажите, все-таки, возраст и вообще уже столько рекордов, 146, не собираетесь ли вы уходить из спорта? А я на боевом коне, весь в боевых доспехах. Ведь все мое, оно при мне, конечащие успехи. Трубач, труби победу, но только не играй отбой. Ведь на коне я еду, и ждет меня новый бой. Как видите, не собираюсь. И уже говорил неоднократно, где. А коль сказал слово, надо держать, постараюсь его сдержать. До 80 лет, думаю, ни одному 40-летнему позиции не сдам. Желаю вам, чтобы у вас все это получилось. Спасибо, Юрий Павлович, что пришли, рассказали. Может быть, вдохновите кого-нибудь, последовать за вами, наших зрителей. Это была точка зрения Юрия Павловича Чипца, чемпиона и рекордсмера мира, Европы, России по пауэрлифтингу. Будьте здоровы, до свидания.